В российском аграрном производстве Краснодарский край признанный и неизменный лидер. Кубанские аграрии обеспечивают нашу страну хлебом, мясом, молоком, фруктами и овощами. Наш регион занимает ведущие позиции не только по производству сельхозпродукции, но и по ее переработке и экспорту. Свой весомый вклад в общерокубанский успех вносят и славянские аграрии. Нашу программу продолжит репортаж из рисосеющих хозяйств, где побывал глава славянского района Роман Сенеговский. Рис для нашего района культура особая, ведь в рисовом поле Краснодарского края, а это в нынешнем году 126 тысяч гектаров, целых 45 тысяч 500 доля славянского района. Для рисоводов этот год оказался очень нелегким. В настоящее время самое главное – своевременно завершить уборку выращенного урожая белого золота. В агропромышленной фирме «Кубань» – одном из лучших рисосеющих хозяйств района, площадь под рисом в 2020 году 3535 гектаров, ее директор Евгений Ковальчук рассказал Роману Сенеговскому, как организована приемка и переработка зерна на элеваторе. Очень важно точно и своевременно определять качество поступающего белого зерна, что делается в лаборатории. Каждую машину с поля мы отбираем, определяем основные показатели, по отделениям, по сортам. Сейчас мы удовлетворяем потребительские спросы, поэтому у нас идет прием по сортовой, вот у нас схема силоса, в каждой силос формируется отдельный сорт, ну а потом дальше работаем. На рисовых чеках второго отделения агрофирмы кипела работа. Глава Славянского района задал вопросы по организации страды и получил на них исчерпывающие ответы. Несмотря на засуху, которая внесла свои коррективы, здесь смогли получить урожайность 90 центеров риса на круг, выращивая сорт полевик. В целом по хозяйству добились урожайности свыше 70 центеров с гектара. Главный агроном хозяйства доволен темпами уборки. Считаю, для этого года с такими погодными условиями и проблемами с водой, я думаю, будет урожай тоже неплохой. На уборке участвовало 16 комбайнов и около 20 автомобилей. Погода нам сопутствовала. Дала спокойно убрать, без всяких казусов и поломок. А качество зерна? Качество зерна, конечно, в этом году из-за августовской жары чуть-чуть хуже прошлого года. Ну, каждый сорт по-своему отзывчив на эту погоду. Скажите, сколько в день убирали вы? Ну, в среднее в день где-то до 150 гектар. От 1200 до 1500 на молод в средний день составлял. Одновременно с рисовой страдой здесь полным ходом идут и другие полевые работы. Более 2000 озимых сеять. Уже на данный момент закончили озимый ячмень. Сейчас сеем озимую пшеницу. Также самопараллельно подрабатываем почву. И ведем по хату уже под сою, под рис следующего года. Посетил глава Славянского района и закрытое акционерное общество «Приазовское». Генеральный директор которого Иван Сирота рассказал о том, как идет уборка белого золота в одном из самых динамично развивающихся хозяйств. Рисовое поле в Приазовском – 3230 гектаров. С каждого из них получено больше 75 центнеров белого зерна. Здесь стараются использовать каждый погожий день и час, чтобы успешно завершить страду. И эта задача уже близка к своему решению. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События».